коронавирус шагает по планете вклад лдпр каков здесь уже много лет я прошу депутатов всех фракции отказываться от рукопожатия сам никогда никому не подают но все он подает но раз неудобно по руке по этой битта но совесть должна быть у людей это главный эстончик зараза поручень мы идем держимся метро мы держимся тележки в магазинах обследовали ручки вот мы катаем тележку магазине полно микробов ибо уборщицы не протирают тележки но неужели нельзя не тянуть руку зачем это нужно вот здесь скапливается все потом почесались рот лицо все и вирус пошел туда в день несколько раз вы касаетесь лица тоже самое реклама мы еще раз направим дюпин руководителям всех телеканалов убрать рекламу где люди целуются с животными рекламодатель ищет такую сцену чтобы вызвать интерес к его продукту а то что ребенок 20 лет своего рождения видит что целуются животные он начинает потом целоваться он смотрел же дядя тетя что там все зачем это делать но ради денег мы будем 20 21 век век вируса неизлечимый простой вирус который вызывает простуда на губах уже лет 200 ему герпес герпес ничего не могут сделать ничего не могут 100 лет или 150 этот вирус гуляет в крови практически у многих людей по наследству передается ничего не могут против бактерий нашли антибиотик но и бактерии трансформируются и некоторые антибиотики уже не действует но вирус нету никакого лекарства это вот безобразие то что может быть даже в шутку но всеми год надо выпить 100 грамм сегодня врач известный мясников а потом говорит что пушон пошутил что человек уже не слушает радио он услышал что врач известный рекомендует выпить только сало соленое с чесночком но не надо эти деревенские дедовские методы мой дедушка умер через полчаса после выхода из бани пойди в баньку пропарься все пройдет ничего не пройдет умер 40 лет три миллиона таких умерло тогда девятнадцатом году три миллиона конечно виноваты большевики и гражданская война а испанка там тоже первая мировая война параллельно что в россии тиф а вся европа испанка то есть испанский гриб это вот последний был европейский гриб посмотрите где теперь гуляют коронавирусы испания это мексика свиной гриб это все перенаселенность латиноамериканского континента подпирают северную америка китай несколько раз инфекция то есть все эбола лихорадка африка или латинская америка третий мир или африка или азия это вызывает подозрение испанский гриб был последний потом хорошо кто-то скажет нет 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 это не как бы нельзя еще делать вывод а вот биолаборатории вокруг китая россии биолаборатории грузия на границе с россии 70 погибло грузины а чума свиней пришла оттуда северного кавказа нас никогда не было и в казахстане стоят лаборатории то есть нас окружили этими лабораториями под харьковом рядом белгород и китай и почему-то он пошел вот когда китайский новый год когда все идут домой со всего мира и со всего китая то есть огромная скучность быстрее можно довести до высочайших параметров вот уже сколько двадцать тысяч заболело два а умерло четыреста там пожалуйста поэтому конечно вызывает подозрение потом много раз в американской литературе звучало термин этническое оружие это они требовали создать джижинский собрался совещание лет двадцать назад и сказал можете создать этническое оружие против русских нет он разозлился именно только против русских против русских они еще не создали против китайцев они создали но что экономически им китай не победить нужна война но у него ядерное оружие значит через болезнь все оранжевая революция не пройдет вот далее третий вариант биологическое оружие это вот все на наших глазах разворачивается ну и тут же можно увязать поездка помпео ведь поехал казахстан белоруссия какие-то и узбекистан везде пряники раздавать лишь бы оттянуть от россии хоть чуть-чуть чтобы не дай бог белоруссия не создала бы новое государство с россией вот пожалуйста с улыбкой есть иезуитская улыбка ничего не дадут но обещали и все бывшие советские республики 5 маток сосут сша европа с нато исламский мир китай и россия представляете как им хорошо обжираются им все дают дают бери только они с москвой и москва дает сколько мы лукашенко давали 27 лет я был против него еще здесь вот малом зале приехал выступать по моему проверьте по данным нет вот он приехал когда еще кандидат был по моему меня спросили вы за кого будете я говорю за кибич премьер-министр на действующий он лучше вот он уже начинает разворачиваться лукашенко обещать никаких нет я с россией мы братья все так сказать уверен вот увидите разворачиваться будет постепенно пусть не будет то вариант украины вариант прибалтики вариант прибалтики и все западные наши территории три прибалтика украина-беларусь молдавия 6 грузия-армения 8 все будут постепенно поворачиваться на запад и становиться антироссийскими антироссийским плацдармом азербайджан может устоять там во голове республики более мудрый человек чем других бывших советских даджикистан может попытаться устоять на что у него постоянно через границу идут боевики в день погибает три-четыре тажистских пограничника но и там могут американцы поставить какие-то чвк чтобы прекратился переход границы с тажикистаном турция в наглую вводит войска на территорию сирии прямая агрессия вся европа молчит мы защитили русских и вернули наши русские территории крым и донбасс восстал не хочет быть под пятой нацистского режима шум подняли на весь мир какие сколько обвинений нашлись турция бомбит курдов уже 50 лет вторгается в ирак в сирию тишина член нато высшая каста можно им вот пожалуйста у турции всегда были собственный интерес это нормально но мы вынуждены иногда с ней сотрудничать на что наш сосед как и иран хороших соседей никогда не бывает как хороших родственников все готовы горло перегрызть и все на халяву все так сказать как иждивенцы как дармоеды проверьте всех ваших родственников друзей знакомых так и ждут хапнуть хапнуть так и страны соседей хорошо приятель далеко-далеко на чукотке живет и слава богу с новым годом поздравьте его иван ты еще не умер и я еще жив ну и до свидания до следующего года никаких переводов денежных никаких встреч смс даже василий тык там власов ты сейчас южной кореи как василёк и оставайся там пока не пройдет эпидемия гриппа а так что вот вась-вась это не годится мы готовим в срочном порядке поправку в закон нилов где рабочая группа поправка чтобы пособие женщинам платить за домашний труд вплоть до того времени пока она живет вместе с мужем и детьми в том числе и взрослыми вот одна семья это огромная нагрузка но если дети поженились вышли замуж уехали уже не считается муж умер или ушел другой она одна все пособие прекращается хотя бы в размере мрот 12400 в этом году американцы еще 20 лет назад посчитали что домашний труд приблизительно обходится надо женщине платить тысячу долларов в месяц 60 тысяч рублей мы всего четвертую часть предлагаем 20 процентов это жиратский труд завтрак обед ужин все постирать за штопы магазин сходить аптека всех встретить всех это же невозможно и все она и воскресенье и праздники и собственный день рождения трудового стажа нет материальной подпитки нет мы хотим это исправить дурацкое положение всего-то 12 тысяч но до на период совместного проживания как только осталась одна она может отдохнуть и пойти на работу это такое мы включим 22 июня мы предлагаем в 12 15 по всей стране минута молчания самый тяжкий день в нашей жизни нападение фашистской германии что вся страна замерла на три минуты на минуту одна минута все остановилось госдума встали стоят все везде всем все машины все остановить раз в год 22 июня минута молчания шум ночной так и не проходит тот бесполезные законы принимает госдума мы не можем остановить все равно шумят это большие нервы я до сих пор помню на скрипке играл все время он ходил в оркестр областной филармонии все субботы сень он репетировал вот я сижу это писк это как ее скрипки другом доме жил собака огромная носится по квартире док такой английский коптеленок ну что это это не пьяная команда какая-нибудь никакого там не знаю разбой шум можно на первый этаж поселять скрипка у тебя первый этаж собака у тебя первый этаж и все и не будет проблемы повышать штраф менюст разрешает коллекторам скрывать свое имя мы против этого еще больше будет злопотреблений вот вот мы закрыли границы хорошо правильная позиция правительства поддерживает но осталась одна дырка большая китайцы на автобусах день и ночь едут из китая через казахстан автомобильными дорогами здесь надо закрыть быстрее здесь быстрее закрыть и все автобусы повернуть обратно в китай или же пускай закрыть на казахстанской китайской границе про алкоголь я уже говорил да чушь просто вот я сегодня вести fm от мясников врач хороший врач тоже там это а наша франк вот хорошо бы сало соленое с чем раз чесночком но ничего не поможет ну нельзя я уже рассказывал про баню дедушка умер и так далее новый директор гидромедцентра сергей борщ это наша работа вильфант ушел три три года прошло в семнадцатом году мы потребовали я еду на мероприятие в днк темнеет небо и ровно в 12 полил страшный дождь мы смотрим сводку ничего не ожидается и что вы делаете окно откройте вы видите черные тучи подходят москве спят ничего не делают четыре года убрать только руководителя гидромедцентра четыре года ушло три семнадцатом году был позор просто из окна смотрите и погоду сообщайте нам ну вот я иногда употребляю слова которые кому-то не нравится вот рабочий погиб в петербурге ему как говорится он не хотел заставили работать без троса крепостной подневольный холоп парень из петрозаводска 29 лет еще не женился мама папа остались ну как без троса на такой высоте подешевле побыстрее убрать спортивный комплекс и там надо нашей организации чтобы цветочки от нас положили когда будут хоронить петрозаводский вот крепостническое право ну сегодня вот даты такие старорусская традиция тимофей полузимник вот идет зима настоящая же минус пять минус семь то есть народные обычаи традиции никакой гидромедцентр не поломает тепло было в декабре в январе февраль запуржит или вот 455 лет назад иван грозный создал опричнину почему это не сделать датой спец подразделений всех всех спецслужб россии им не с 20 17 не 103 года с 20 декабря 17 года им 455 лет пусть бортников эту дату введет и с 21 года проект законом нести праздновать годовщину создания правоохранительных спецслужб россии 4 февраля им уже будет 456 лет 90 лет назад была создана компартия вьетнама сегодня единственная легальная партия вот по примеру кпсс рухнет свой горбачёв появится сколько еще народов будут страдать думаю что московская кпсс все делала правильно мы же не осудили ее горбачёв жив-здоров на кушает хорошо а вьетнам будет мучиться как китай начинает мучиться там обязательно будет горбачёв обязательно перестройка будет нельзя чтобы одна партия управляла и наконец сто лет назад ленин дал независимость эстонии он имел право ну большевики глава государства может только вопрос решать получив одобрение парламента ни один орган советской россии не заседал он председатель совнаркома финляндия независимость эстония литва латвия вот сидит и подписывает в кремле тысячу лет царист собирали страну один террорист авантюрист пробрался в кремль и раздает земли потом сталин также будет раздавать такая у нас есть 1721 год не было никакой эстонии и латвии литва была вместе с польшей чухония была таллинн русский город ревель тарту русский город юрий иван город само название говорит о себя нарва само название у эстонцев только кусочек таллина им дать и тарту не тарту пярну курорт 30 километров все вот там эстонцы их 900 тысяч и мы их ни в чем не они не обделяем это все русские земли то же самое латвия а литва пусть вернет вильнюсский край вильнюс это не ваш город по итогам войны вам сталин раздавал вот тебе клайпеда вот тебе вильнюс вот тебе немецкие земли полякам вот вам украинцы львов все раздал добрый вот казахстану южный урал берите не дал не не жалко товарищ без образования ничего не соображал и на карте делил это казахам это литовцам это русский народ забыл нашего правка в конституцию обязательно в преамуле должно быть указание что мы русские и другие народы все другие то 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 договорились а слова многонациональной в конституции фразу мы не признаем все до свидания